Покидая любимый Киев первые дни войны, солистка Национального оперного театра Анна Муромцева думала, что на ее карьере балерины поставлен крест. Но спустя несколько месяцев Анна снова вернулась в балет. В чужой стране ей пришлось в разы больше работать, чтобы доказать, что она одна из лучших. Очаровательная и гипнотическая, так о выступлении украинской балерины Анны Муромцевой отзываются зрители, которые приходят на балет в Венгерском оперном театре. Сейчас на этой сцене она танцует партия Детты и Адилии из легендарного Лебединого озера. Сложные технические и эмоциональные партии Анне хорошо знакомы. Более 20 лет она профессионально занимается балетом. До войны в Украине Муромцева была солисткой Национальной оперы в Киеве. Вспоминает, как в начале российского вторжения она думала, как жить дальше, куда уезжать. Я должна была решить, паковать ноутбук или пуанты. Это было очень тяжело, поэтому я не взяла ничего, я все оставила. Когда я уезжала из Киева, даже не рассчитывала, что когда-нибудь снова буду танцевать. Я сказала «прощай» своей карьере. Анна с мамой и бабушка отправилась в Западную Украину, оттуда в Бельгию. В Будапешт Анна переехала в июле прошлого года, после успешного прослушивания на сцене главного оперного театра Венгрии. Здесь совершенно другой подход к постановке Лебединого озера. Мне кажется, что мне действительно нужно что-то доказывать. Это всегда напряжение. Это нормально нервничать. Я хочу показать, что могу быть глубже, чем просто хорошо танцевать. Надо быть очень открытым, очень гибким в своей голове, а не только физически. Чтобы сделать балет интересным, прекрасным и заставить аудиторию почувствовать что-то большее после выступления. У украинской балерины плотный график репетиций и выступлений. Это помогает немного отвлечься от происходящего дома в Украине, делится девушка. Когда на душе совсем плохо, она дает волю слезам. Мы называем это балансом между войной и жизнью. Это больше не баланс между работой и личной жизнью. Было сложно. Теперь становится немного легче, потому что я постоянно работаю над своим ментальным здоровьем. Собственно, в этом нуждаются все украинцы, потому что сейчас психологически травмированы почти 40 миллионов человек. Это было действительно сложно. Я могу работать здесь полностью, до последней минуты концентрироваться на студии. Но иногда я приходила в съемную квартиру и просто плакала. Родные Анны уже вернулись в Киев. Балерина тоже об этом мечтает. Хочет вернуться на сцену главного оперного театра Украины. Но пока не может. Подписала контракт с венгерской оперой. Редактор субтитров А.Семкин